Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Начинаю новый влог, встала очень поздно. Я вам уже говорила, когда я встаю поздно, день у меня бывает очень продуктивным. Вчера, кстати, купила чехол для нового телефона. Нашла такой чехол за 5 монат, неужели? И заказывать пока что ничего шеи не стало. Пока что буду ходить с этим чехлом, прозрачный, очень красивый, нормально смотрится. Но, к сожалению, эти чехлы очень быстро желтеют, поэтому я думаю, что он не сильно долговечный будет. Но пока он не желтый, я могу с ним походить. Здесь вот такие интересные грани. А так, вообще, я очень довольна телефоном. Вчера целый день снимала для вас шот с ролики. В общем, старалась вовсю. И у меня сейчас в использовании 2 телефона. У меня такая проблемка. Я не могу распределить правильно время. Вы заметили, что в последнее время на свой канал мукбанков я снимаю много видео. И вот сразу перестала снимать на бумажный канал. Нужно составить какой-то график, чтобы делать контент и туда, и сюда. Сейчас у меня вдохновение снимать влоги, снимать мукбанки. И вот рисовать мне не хочется. Сейчас мне пишут подписчики с бумажного канала. Только ты что, офигела? Сколько можно лениться? Давай снимать контент. Ну, пару идей у меня есть. Я вчера в инстаграме поставила опросник. Что за шот с ролики мне снимать? И там столько просто идей. Я прям в шоке от вас. Мне кажется, каждый из вас, если бы захотел, стал бы шикарным блогером. Я записала себе в блокнотик все идейки. Я уже собралась в супермаркет. А сейчас смотрю, что все необходимое есть у нас в холодильнике. Поэтому сейчас мы с вами будем готовить блины. Чтобы комочков не было, молоко мы добавляем в два этапа. Половину молока я добавила. Когда полностью мука растворится и не будет комочков, уже тогда я добавлю оставшуюся часть молока. Ну, а так, подробный рецепт у нас есть на iCook. Я вам ссылочку оставлю. Кому интересно, переходите, смотрите. Наше это видео не зря набрало 2,5 миллиона просмотров. Получается идеальное тесто для блинчиков. Перед началом готовки обязательно нужно хорошенько разогреть сковородку. Также добавляем небольшую каплю растительного масла. Затем салфеткой смазываем это масло по всей сковороде. Я наивно предполагала, что моя камера уже снимает. Я думала, что все это я засняла. А потом посмотрела и обнаружила, что оказывается, я ее даже не включила. Поэтому этого кадра нет. Для меня это было немножко удивительно, потому что подобных казусов в моей жизни никогда не бывает. Обычно, когда мама снимает кулинарные видео, она очень старается, даже немножко волнуется. Снимает все это сама, а потом оказывается в конце, что какого-то ключевого момента просто нет. В этот момент она забыла включить камеру. Либо включила и сразу же выключила. И, в общем, этого кадра нет. Потом на процессе монтажа я стараюсь как-то исправить ситуацию. Либо написать, либо в описании это указать. В общем, обязательно заглядывайте на наш кулинарный канал. Там много всего интересного. Булины получились невероятно вкусными, нежными. И, кстати, секрет в том, что я не добавляла соду. Я не люблю этот привкус. Получается так намного вкуснее. Сейчас еще налью чай. У меня вот такой вот стаканчик маленький. Мне он очень нравится. Раньше, кстати, ведрами пила чай, а сейчас люблю такие маленькие стаканы. Это мамин любимый. Мы обе любим прозрачные стаканы, чтобы видно было, насколько темный чай. Мама еще не в курсе, что я приготовила такие вкусные блинчики. Открыла холодильник. Чего только у нас нет. Я обожаю вот эти шоколадки Мерси. Я люблю печь плены не очень сладким, поэтому начинка должна быть обязательно сладкой. Так как не было моей любимой скущенки, я обнаружила у нас закрома мед. Решили сидеть кушать в гостиной. Кстати, когда мы покупали телевизор, я говорила маме, зачем нам телевизор, кто его будет смотреть. А сейчас я постоянно кушаю обязательно в зале, потому что параллельно смотрю телевизор. Уже привыкла к этому и по-другому уже просто не кушается. А если вы тоже кушаете и параллельно смотрите мой влог, то вам тоже приятного аппетита. Когда Твиксик был маленький, он всегда здесь спал. А сейчас он вырос и вот еле помещается. Иногда засыпает, а потом отсюда падает. Он просто не может понять, что он стал большим и уже не помещается. Он, наверное, думает, что диван стал маленьким. Ты мамень дурачок. На днях еще хочу переделать ногти. Я вам показывала в инстаграме, что меня не устраивает в этих ногтях. Вот такие пропилы здесь. В общем, я осталась очень недовольна. И вы знаете, прикол в чем? Девушка, которая делала мне эти ногти, оказывается, она на меня подписана. Я была немножко в шоке. Но я, в принципе, ей свое недовольство и в WhatsApp выразила. И когда уходила, я ей говорила, что меня не устраивает такая работа. Хотя в прошлый раз она мне сделала хорошо. И вот удивительно, что человек может через раз делать хорошо. Но у меня все зажило. Ничего нигде не болит. Но вот эти края, это, конечно, нечто. Поэтому в следующий раз, наверное, буду делать себе сама. Хотя двум девчонкам обещала, что приду к ним. Подписчицы мои. Позавчера я купила новый номер для вот этого телефона. Когда я вам в инстаграме об этом рассказывала, многие подумали, что я хочу поменять номер. На самом деле нет. Этот телефон у меня остается, как всегда, на моем старом номере. А здесь у меня будет мой новый номер. Это будет мой личный. А по каким-то вопросам рекламы и так далее, когда я общаюсь с рекламодателем, я буду общаться через этот телефон и этот номер. И, в общем, я нашла номер, который я всегда искала. Точнее, я его не нашла, я его заказала. Тот номер, который я хочу. Там четыре одинаковые цифры в конце. Четыре цифры, которые мне нравятся, так скажем. Я заплатила вот такую сумму приличную за этот номер. Купила его. Точнее, я его заказала. Мне его привезли. Я его счастливая взяла, пришла домой. И вы знаете, мне не дали вот эту бумажку, а просто дали сим-карту. Вот такую, когда заказываешь, просто дают вот такого размера. Я пришла домой, и я такая понимаю, но четыре последние цифры этого номера я знаю. А что было посередине, я не помнила. И чтобы активировать этот номер, нужно загрузить на него деньги. А чтобы загрузить на него деньги, нужно знать номер. И такой замкнутый круг получался. Я, короче, начала думать, лазить в телефоне, как понять свой номер. Даже вас спрашивала в инстаграме. Ну, в общем, дело даже не в этом было. Я не смогла этот номер вставить в свой телефон. Я подумала, что, скорее всего, наверное, у меня телефон какой-то бракованный, разъем неправильный. Я решила засунуть этот номер в свой старый телефон. Я поняла, что дело тут не в телефоне, а дело как раз-таки в номере. Он как-то вырезан неправильно. Причем он вырезан на миллиметр. Вот, я очень сильно расстроилась этому моменту. Сначала думала, может, я не умею. Обратно пошла в этот магазин. И мне сказали, что действительно он вырезан неправильно. Нужно еще ждать и так далее. Я сказала, вы знаете, что дайте мои деньги. И я пошла домой. В общем, я оказалась без номера. Но, с другой стороны, я думаю, все, что не делается, все делается к лучшему. Зачем платить столько за номер просто? Это, наверное, не совсем рационально, так скажем. Вы знаете, с этой проблемой я сталкивалась, когда я покупала машину. Я хотела красивые номера на машину. АЕ, Айка Эмили и там определенные цифры я хотела. В общем, хотела классный номер. И кому я об этом не говорила, все просто меня осудили за это. И, с одной стороны, я согласна с ними. Например, брат мне сказал, ты покупаешь обычный Шевроле, ты тратишь такие деньги на номер. Зачем? К чему эти понты? В общем, отругал меня по полной программе. Брат сказал, вот когда купишь себе последний Мерседес, тогда я тебе разрешу купить классные номера. И вот что вы думаете на этот счет? Стоит ли платить за крутые номера, за классный номер телефона, или это дешевые понты? Вот что вы считаете? Вот я сейчас, например, у меня внизу стоит машина, я даже не помню, какие у меня номера. А вот если бы у меня были там 333, 111, я бы легко запомнила. В общем, все мои близкие меня осудили за это. Поэтому у меня теперь дурацкие номера. Но каждый раз, когда я еду куда-то, я вижу такие зеркальные номера на чужих машинах. Особенно, когда эти номера на недорогих машинах. Я думаю, блин, вот я хотела это сделать. Мне не дали. Я камеру поставила на зарядку. Посмотрите, на моем бумажном канале уже 248 тысяч. Я на 250 хотела сделать праздничную коллекцию. Точнее, не хотела, а хочу ее сделать. Но я понимаю, что у меня времени уже очень мало. Тем более, есть коллекция, которая еще наполовину. Ее надо делать. Еще надо сделать праздничную коллекцию. Поэтому, скорее всего, ночью я сегодня спать точно не буду. И тут у меня такие крутые просмотры. Посмотрите. Я еще два ролика. Вот прям сейчас засняла и закинула. Пока у меня влоговая камера была на зарядке, чтобы не терять времени даром, засняла быстро шорс. Они очень быстро снимаются. И сразу же в телефоне монтирую, быстро загружаю. Еще смотрите, что купила для машины. Уже в последнее время спокойно езжу, без никаких происшествий. В общем, вот такая штука, чтобы клеить телефон. И у меня будет в телефоне навигатор. Эту штучку нужно приклеить на чехол. Вот таким вот образом я, наверное, приклею. А затем телефончик вот так вот будет крепиться, и я могу смотреть, куда я еду. И там у меня будет навигатор. Так что, возможно, в ближайшее время мы с мамочкой поедем в деревню на моем машине. Вот. Сейчас я хочу сделать порядок в своем комоде. Выбросить то, чем я не пользуюсь. А то здесь вот такая вот каша. Ничего найти невозможно. И, пожалуй, здесь надо разобраться. Сейчас будет такое небольшое мини-расхламление. Обращайте внимание на эту упаковку. У всех блогеров она в этом состоянии. Не то, что я такая хрюшка. Просто здесь материал такой непонятный. Это румяна от Sleek. Кремовый. Я, на самом деле, подобные кирпичные оттенки очень люблю. Просто дело в том, что эти румяна не кремовые. Я не заметила. Заказала их. И вот они у меня лежали-лежали. Теперь я решила их выбросить. Кремовые текстуры вообще не люблю. Ни румяна, ни хайлайтера. Это не мое. Поэтому выбрасываю. Также выбрасываю четыре тенюшки от MAC. Они, правда, не кремовые. Тут просто дело в том, что эти тени я покупала, когда была на первом курсе. И они у меня уже лежат настолько давно, что от них пора избавиться. И вообще появилось очень много альтернатив. Гораздо дешевле. Лучше качество. Да и сейчас MAC тоже поменяли текстуру. И уже у них тени намного качественнее, нежели эти. Поэтому эти четыре однушки у меня отправляются в мусорку. Дальше тут тени, которые я переспрессовала. Типа этим буду пользоваться. Просто лежала-лежала. И теперь решила выбросить. Так что это тоже в мусорку. Я вообще не сторонник выбрасывать косметику. Но иногда это просто вынужденная мера. Выбрасываю два бальзамчика для губ. Бальзамы для губ подобного формата я просто обожаю. Просто проблема в том, что они цветные. То есть я, например, крашусь на ночь бальзамом. И у меня вся подушка вот в таком цвете. Мне это не нравится. Я пыталась, как вы видите, пользоваться этими бальзамами. Но не очень удачно. Не хочу себя заставлять. Поэтому выбрасываю эти две баночки. Еще выбрасываю чехлы на свой 11 айфон. Не знаю, поверите вы или нет. Но этот чехол я не носила ни разу. И он уже такой грязный. Его отмыть невозможно. Заказывала его, по-моему, с Алиэкспресс. Точно не помню, откуда я его заказывала. Но стоил он копейки. Вот как вы видите, грязь прям въедается. И вот эти края прям грязные. Поэтому подобный чехол я себе не хочу. А вот этот я покупала у нас в городе. Достаточно дорого. И он очень долго мне служил. Но здесь уже появились вот такие вот пузырьки. Он свое отслужил. Вот поэтому я от него тоже избавляюсь. Мой любимый чехольчик. Потом вот такой, который я заказывала вместе, кстати, с этим. Один матовый, другой глянцевый. Я почему-то была уверена, что если даже матовый испачкается, глянцевый уж точно не испачкается. Но ошибалась. Здесь тоже появились такие пятна, которые не отмываются. Проще просто выбросить. Видела, кстати, какие-то лайфхаки, что надо в кипящую воду засунуть. Ну, блин, слишком много мороки. И у них тоже в видео я особо результата не увидела. И мой первый чехол, я купила его, когда только купила свой одиннадцатый айфончик. И он тоже мне достаточно долго служил. Но здесь тоже вот такие вот вкрапления. Уже он весь грязный. Поэтому, чтобы эти чехлы не занимали лишнее пространство, я от них тоже, пожалуй, избавлюсь. Кстати, еще насчет мусора. Помните этот свитер, который я вам показывала в последней распаковке? Хочу вам показать его спустя, ну, сколько? Месяц. Даже больше месяца. Ни разу не стирала. Уже он весь в затяжках. Весь вот в таких катышках. Поэтому не советую вам заказывать именно теплые какие-то свитера с шейн. Летние вещи, конечно, обалденные. Но вот зимние вот в такое превращаются. Хотя не все свитера. Вот этот вроде норм. А этот вот в ужасном состоянии. Его даже стирать не нужно. Сразу в мусорку. Честно, когда я вижу такое количество, мне становится страшно. Конечно, это намного меньше, чем у других бьюти-блогеров. Но учитывая, что я мукбангер, зачем мне столько, я не знаю. Про некоторые средства я даже забываю. База под макияж от Maybelline Baby Skin. Сказать честно, я не являюсь огромной фанаткой всяких баз. Мне гораздо удобнее без них. Но надо ее закончить, пока не закончился срок годности. Поэтому убираю ее в сторону. Еще я совсем забыла, что у меня есть вот такая палетка хайлайтеров. Они очень крутые. Но после покупки я, по-моему, ни разу ими не пользовалась. Или пару раз делала свочи и все. Тоже надо отложить в сторону, чтобы я не забыла, что такое средство у меня есть. И еще средство для снятия макияжа. Покупала, потому что очень миниатюрная упаковочка. Носить с собой в спортзал очень удобно. Но она оказалась черной. В общем, надо закончить. Ну а все остальное буду вытирать влажными салфетками и упаковывать обратно в органайзеры. Хочу все-таки оправдаться. С каждым годом косметики становятся все меньше и меньше. Раньше у меня декоративки было намного больше. Но за прошлый год я прилично всего закончила. И что-то выбросила, что-то кому-то подарила. Поэтому все двигается. Хоть и небольшими шажочками. Влажными салфетками аккуратно вытираю органайзеры. Их я покупала и показывала вам. У нас есть магазины наподобие фикс прайс. Где есть фиксированная стоимость. Например, один монат. И вот эти органайзеры я покупала по одному монату в подобных магазинах. Вообще не только в плане косметики. Но и в плане всего. Я очень люблю запасаться. Как будто скоро этого всего не будет. Или начнется, не дай бог, война, голод и так далее. Вот я люблю покупать все на запас. Поэтому у меня всего много. А иногда, знаете, я покупаю. А потом мои вкусовые предпочтения даже меняются. Например, я покупала гель для бровей, который мне понравился. И у меня их 4 штуки. А сейчас мне нравится совершенно другая марка. И вот их уже куда деть, я не знаю. Два из которых я уже подарила своим знакомым. Помните, я вам рассказывала, что я потеряла две свои любимые помады? Так вот, я их так и не нашла. Одна была чуть-чуть посветлее вот этой вот помады. Очень красивый такой пыльный розы оттенок был. Куда они пропали, я не знаю. Сквозь землю провалились. И чтобы мне было не скучно это все делать, я смотрю старые выпуски Дома-2. Ретро-версии. Так интересно. Тем более, ты знаешь, чем закончилась история их любви. Вообще, раньше Дома-2 был очень интересный. У меня есть вот такая вот бумага. Нужно вырезать нужный размер. И постелить сюда. Чтобы здесь не было пятен. Я уже заляпала. Сейчас это все помою. И постелю эту бумагу. Она такая глянцевая. Ее вытирать будет намного проще. Только потом буду помещать сюда косметику. Раньше я стелила обычные листы А4. И мне приходилось брать 5-6 штук. И между ними тоже было пространство. А потом я нашла вот такую альтернативу. Очень удобная и глянцевая поверхность, которую можно легко выделить. С этими органайзерами очень легко найти то или иное средство. Все видно, все под рукой. Как открыла, можешь найти то, что ты давно не использовал, например. Я раньше часто во влогах вам показывала организацию своего этого комода. Ну что, идеальный порядок. Здесь у меня уже на комоде ничего не лежит. И вот здесь идеально все поместилось. Моя масочка, косметика. Все, что не нужно, я выбросила. А все остальное идеально поместилось. Я вообще стараюсь по минимуму покупать декоративку. И пытаюсь закончить все, что у меня есть. У меня, кстати, удачно это получается. В конце года сниму вам пустые баночки декоративки, которые я успела у нас собирать. Насчет чехлов у меня осталось вот всего-то на всего. Вот этот чехольчик новый, который я заказывала в преддверии нового года на свой 11 айфончик. Это первый чехол, который я покупала. Я, кстати, ошиблась вам там, сказала, что другой первый. Нет, я вспомнила все-таки вот этот я сначала покупала. Остался у меня такой зелененький. И вот этот, который я ни разу не носила. Он, мне кажется, никак не защищает телефон. Такой, знаете, пластиковый. Ну ничего, пока что пусть будут они. Вроде как не в плохом состоянии. Тем более 11 мне еще будет служить. Мне, кстати, очень даже удобно пользоваться двумя телефонами. Вот, но носить с собой я, скорее всего, буду один. 14 айфон, а 11 просто у меня будет дома лежать. Так приятно открывать-закрывать какой-то такой порядочек. Еще буду избавляться от этих двух тенюшек. Одна из которых у меня сломалась от Деина. В принципе, можно переспрессовать и опять пользоваться. Но эти танцы с бубнами неохота, короче. Просто выброшу. У меня много теней. И проще просто купить новые. А вот эти мне просто положили в подарок с Beauty Home. Они обычно какие-то пробники кладут. Но в этот раз положили мне полноразмерку. Синие такие тени. Я подобными оттенками давненько не пользуюсь. Я помню, когда я была в седьмом классе, я купила себе такие тенюшки. По-моему, сестра тоже купила себе такие синие. И мы просто моноцветом наносили на все подвижное веко. И ходили такие. Чувствовали себя последними чекулями. Но те времена уже прошли. Поэтому я, пожалуй, избавлюсь. Уже 249. Мне срочно нужно делать новую праздничную коллекцию. А я до сих пор еще не закончила эту. Поэтому я, пожалуй, пойду доделывать эти коллекции. А с вами я вынуждена попрощаться. Огромное спасибо, что посмотрели этот влог до конца. Хотя он был более такой домашний, уютный. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока!